Здравствуйте, дорогие друзья! Бекер Плюс Квайкен Аутофронт сегодня на канале Мессер Местер. Ну, в общем-то, что можно сказать о модели? Несмотря на то, что здесь действительно на клинке есть клеймо Лукаса Бёрнли, то есть вроде бы как это всё ещё по-прежнему его дизайн, но создаётся впечатление, что просто взяли такой вполне обычный классический китайский нож с выбрасыванием из фронта клинка, ну вот как это сказать, ОТФ, так называемый по-английски, и самую его классическую конструкцию, и поставили внутрь клинок, который очень чётко отсылает нас к классическому Квайкену Лукаса Бёрнли. Совершенно не могу быть уверен, что сам дизайнер какое-то участие в создании вот такой версии этого ножа принимал. Ну, как, впрочем, и во многих других версиях этих ножей. Насколько я сейчас могу вспомнить в кадре, Квайкен дизайна Лукаса Бёрнли появился у производителя Бекер, ну, примерно лет, наверное, 15 назад, может быть, чуть меньше. Но, в общем, это, наверное, чуть ли не самая вариативная модель ножа, которая когда-либо выпускалась. Разные замки, разные способы открывания, разные накладки, немножко разные формы клинка, чего там только не было. Но всё время это был такой довольно-таки узнаваемый Квайкен. И вот теперь вот такая вот штуковина с выбросом клинка с фронта, то есть на манер ножей Макротек. Совершенно точно знаю, что здесь используется несколько другая конструкция вот этого самого выбрасывания, но об этом вообще нужно вести отдельный разговор, потому что, в принципе, она делается по лицензии одной американской компании, которая всё своё производство держит в Китае. Но, в общем, сейчас не в этом суть. Я хочу сказать, что здесь очень забавно, что когда ты держишь этот нож в руках, ты понимаешь, что сама вот идеология Квайкена, то есть складного ножа, который сделан на базе боевого ножа японских самураев, вот насколько я, по крайней мере, себе это представляю, она здесь всё равно сохраняется и даже по-своему усиливается благодаря, ну, вот этому, понимаете? Потому что вот есть люди, которые хотят попробовать фронтальные флиперы и, собственно говоря, будут их пробовать, если им дать такую возможность за вменяемые деньги. И вот как раз Квайкен – это сочетание вот этого выбрасывания и такой своего рода легендарности этого ножа. Что здесь по конструкции? В общем, как это обычно и бывает на ножах такого типа. Сам корпус весь сделан из алюминия, но он практически не магнитится, то есть потому что немножко притягивается магнит, по той причине, что там внутри есть стальные конструкции замка и механизма выбрасывания. Здесь, как обычно бывает, сделана такая сверху накладка, а внутри сделан такой побольше, так сказать, пошире некий такой тазик, в который уложен механизм. Исходя из этого, собственно говоря, и щель для выбрасывания клинка, она несколько смещена относительно центра. Это так сделано из-за конструкции большинства подобных ножей. Я вас сейчас пытаюсь вспомнить, честно говоря, не могу припомнить, видел ли я вообще когда-нибудь нож, у которого бы вот эта вот щель, через которую вылетает клинок, была бы по центру рукояти. Все это собрано на шести винтах. В данном случае шлицы – это вполне обычные торксы, то есть здесь таких, конечно, шуток, как с ножом от компании Microtec, у вас не будет. Ну и, по сути дела, вот такой вот паз, в который крепится клипса. Кроме того, есть вот такое вот изящное решение с возможностью повесить на нож темляк. Ну, я бы сказал, что выглядит это хорошо. Очень отдельно, прекрасно сочетается с анодированием всего ножа. Но вот я вот, честно говоря, вот так глядя, без разборки ножа, не могу понять, выполнена ли эта часть зацела, например, с крышкой или с вот этим донышком рукояти ножа, или, может быть, это все-таки какая-нибудь алюминиевая втулка, которая туда вставлена. Но вот вообще на вид, на вид все-таки похоже, что сделано зацело. Если знаете точно, расскажите в комментариях. Управляющий механизм ножа, вот этот самый бегунок, тоже сделан из алюминия. Совершенно никак не магнитится, но и работает он, в общем, широко известным способом для таких ножей. Сдвигаете просто вперед, клинок открывается, двигаете назад, клинок закрывается. Надо сказать, что здесь это не та же конструкция, как у ножей Microtec, поэтому вот это открывание и закрывание, оно такое, скажем, не особенно надежное. На Microtec-ах-то бывают с этим делом проблемы, а тут эти проблемы на некоторых экземплярах ножей могут быть из коробки. Поэтому, конечно, лучше нож, ну, скажем так, в магазине им попробовать пощелкать, чтобы убедиться, что там этого нет. Но в плюсе скажу такой интересный момент, что если вот у Microtec бывает такое, что нож там вылетает, клинок как бы не до конца, или наоборот не до конца залетает, и иногда бывает очень сложно что-то подделать без разборки ножа, потому что там действительно появляется небольшой заусенец на одном элементе замка, и нужно с этим что-то делать, то на вот этой вот конструкции, пусть и такие огрехи в работе бывают чаще, но когда нож вот так вот немного торчит, его достаточно просто клинок вот так вот немного вытянуть, и, в принципе, он обратно встает на замок, все начинает работать. Вам, конечно, судить, как оно лучше, лучше бы, чтобы, конечно, таких проблем не было ни на тех, ни на других ножах, но, в принципе, для ножа относительно недорогого сделанного, ну, скажем так, это приемлемый вариант работы вот такого механизма. Ну, вот так, да. И опять, вполне себе работает. Стальная клипс этого ножа довольно тонкая, изящная, очень эластичная, и никуда не переставляется. Работать она будет так. Ну, как видите, я отогнул ее пальцем, но и простым наталкиванием она тоже очень легко сядет на карман. С этим вообще нет никаких проблем, учитывая, что и текстура рукояти абсолютно гладкая, да и клипса здесь такая эластичная, и тоже, в общем-то, ничем от края вашего кармана тереться не будет. Клинок у ножа, хотя, конечно, в вертикальном габарите относительно классического Квайкена несколько сжали, это больше как раз похоже на так называемые облегченные Квайкены, которые тоже вот недавно появились. Но, конечно, нельзя не отметить, что читается в нем вот та самая конструкция клинка. Вот его такой внешний вид, достаточно грозный, оружейный, и при этом более-менее рабочий, который был на ножах Лукаса Бернли. Сделан этот клинок из стали D2, здесь такой двутоновый сатин на нем, но я думаю, что вам сейчас это должно быть неплохо видно, хотя при этом нельзя не сказать, что, по-моему, это очередной вот тот случай, когда благодаря просто самим по себе переходам сатинирование делается, ну, как бы в один проход, но при этом оно играет, как бы вот именно немножечко разным тоном. Очень такая здоровская технология, потому что, на мой взгляд, это должно быть сделать довольно дешево, а с другой стороны, это достаточно эффектно смотрится для дешевой обработки клинка. Фронтальные флиперы в нажиманской среде обычно считаются ножами не очень режущими, потому что клинки у них обычно, ну, так скажем, достаточно толстые, в силу необходимости конструкционной, и, кроме того, очень и очень невысокие вот в этом габарите. Поэтому часто встречается такое, что режут эти ножи, ну, так себе, но, собственно, их обычно не за этим и покупают. Ну, вот давайте немножко попробуем. Ну, я вам так скажу, что вот в такой работе, нет, это не какой-то особенный восторг, но паракорд этот нож, как видите, вполне себе режет. Жаль, что режет так немного грубовато, но, собственно, этого и следовало ожидать вот такой конструкции клинка. Сам по себе, Квайкен Лукаса Бёрнли это настолько впечатляющий нож, что, вот честно говоря, даже при том количестве ножей, которые проходят через мои руки, я точно знаю, что еще какие-то ножи Бёрнли я в руках держал, но кроме Квайкена вспомнить практически ничего не могу. Кайхон, кажется, был его же дизайна, хотя вот тоже не совсем почему-то в этом уверен. Ну, то есть, и это так потому, что сам по себе Квайкен, ну, это действительно такая легенда, очень такой шикарный нож, который очень четко запоминается, и уж, конечно, любители такой псевдо-японской эстетики от него в восторге уже многие-многие годы. Создание ножа такого рода основанного на технологии выбрасывания клинка с фронта было только вопросом времени. Водно только мне жаль, что вот эта вот штука, ну, понимаете, в общем, вот такое вот начинает случаться с самим по себе ножом. Это не выводит его из строя, в общем-то, но вот этого, конечно, кайфа, как с микротеками, запросто может и не быть. Вот такое Квайкен с выбрасыванием из фронта. С вами на канале Мессер Мессер был Заливаха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.